Ровные условия в течении всего года, постоянная температура, влажность, не всегда так, тогда можно выращивать растения, удобрать их, допустим, в нашей отечественной нитроамофоско, там всего около 18, по-моему, ничего такого, да, это подходящие все-таки для теплиц больше вариантов, а когда у нас есть определенный период покоя у растения, да, кстати, да, в период покоя, когда растение у нас отцвело, да, вообще не нужно их подавлять, то есть вот все, бутоны отзавяли, цветонос отрезали и в течение минимума месяца, а то лучше даже и побольше, растению не нужно больше ничего давать, потому что в покормах просто периодически не переваживайте, по обычным временам, да, вот, как только у нас начинается отчинение в этот период, сначала азотом, потом втальем им фоспорукалии, для того, чтобы кормилировать цветение. Очень важно еще понимать тот момент, когда, вот, допустим, появилась ступка цветоноса, вот кормить его, но, опять же, тоже не припочтись момент, когда у нас цветонос дорос, да, практически за свою максимальную длину, завязал бутоны, в этот момент мы перестаем удобрять растения, потому что тоже несколько раз замечала, вот, если начинаешь кормить растение вперед, когда она, вот, уже бутонно срезала, но можно сбросить. А еще можно быстрее отцвести, если бы, да, или быстрее отцвести. То есть, чтобы попрохладнее было, да, для того, чтобы плиты держались дольше, лучше температура ниже, влажность побольше, влажность побольше, да, но, опять же, опять же, в определенных пределах, да, до определенного предела. То есть, оптимальным для цветения 18-20 годов, вот это так, выше 25 годов будет быстро отцвести, ниже 18 есть риск развития варьковой болезни. Есть обменные минеральные, промышленная линейка, да, и есть так называемые органоминеральные и органические. То есть, что это? Грубо говоря, биогумус и всякие такие. Лично я, в последние годы, стала использовать органоминеральные тензины, потому что они не настолько конфидивны, потому что они, сейчас скажу, просто вот преимущество опять, да, вот этих вот препаратов, они относительно безвредны, достаточно дешевы, по сравнению даже, да, с профессиональными какими-то пределами удобрениях для ацетов, и по первым, да, если пройтись, то это биогумус, муцухал, орхидея, есть еще такие хорошие как гранулированный плейный помет, гранулированный бальконский помет, значит, в принципе, профессиональные линейки тоже можно использовать, и у них там тоже можно посмотреть на обратной стороне бутылочки с преобладанием какого времени ты идешь, да? Просто не знаю, прям в калорийках, да. Ну вот, я часто говорила в последнее время о пользе лукерат. Как часто получается, значит, у нас существуют разные способы подкормки, есть подкормка корневая, есть подкормка некорневая. Корневая подкормка заключается в том, что раствор лукерат. Я, на самом деле, в последнее время, тоже главное, как лукерат. Потому что, если, допустим, как-то неудачно мы с вами рассчитали концентрацию лукерат, да, есть риск повреждений или химического ожога вот этой вот аппекальной гристемы корнями, да. Если концентрация солей превышает какой-то определенный корневой подкормки, да. Ту, технический ожог разливается, вот этот вот в колешочек у нас получается закопливается, и растение впадает в негольный период подкормок, хотя, в общем-то, не поведу в это дело. При использовании лукератом подкормок этот риск у нас все-таки снижается. Но для внекорневых подкормок мы дополнительно снижаем концентрацию изобрения, но тогда мы можем проводить чаще. И что Вы используете конкретно для внекорневых подкормок? Лучше биохимус. Просто развлекаемый. То есть четверо от рекомендуемой концентрации пломковой обрыскиваем и с каждым полином, с каждым полином, с каждым полином, в период активного роста растения, обрыскиваем полиску. Только нужно тоже очень важно следить, чтобы пломковые бульверизаторы были с насадкой, которая буквально распыляет туманом. И следить, чтобы лишняя влага не скапливалась в точке роста и в азотных листах. Потому что при застое влаги в этих местах растения существует опять-таки риск развития грибковых заболеваний. Классическая посадка горшок, либо прозрачный, либо непрозрачный. Вот такая вот штука у нас есть. Называется коазида для эпифисов. У меня очень многие растения, в том числе и артибиозопринопсис, содержатся вот в таких коазинах. Истинный перцепь. Какая Giant. Классический. Продолжение следует. Идите, как раз. Продолжение следует. Я не могу Azul.